Добрый вечер, уважаемые слушатели. Давайте познакомимся, кто меня не знает. Я Гатаулин Рустам Петерьянович. По образованию экономист, по профессии статистики, по должности заместителя руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Республике Башкорстан, по статусу государственной служащей. А по натуре, так сказать, творческая личность, ищущая всегда чем-то заняться полезным для себя и для общества. В этом формате я уже общественный деятель, активист цифровизации башкирского языка, краевед и википедист с 15-летним стажем. Я в Википедию попал в 2005 году. Участник башкирской русской Википедии и других проектов типа Викидата, Викисклад, русские Викиновости, где мы создали. Также проект «Многоязычность» и башкирская часть тоже имеется. Лауреат Википремии 2014-2018 годов это вручается тем активным википедистам, которые в течение предыдущего года сделали самое большое количество вклада в соответствующий раздел. Значит, что еще? Ну вот примерно вот такое мое резюме, так скажем. Я вот буквально в последние дни размышляю над тем, что же надо сделать глобально, чтобы продвинуть развитие проекта Викимедия на башкирском языке. Хотя я размышлял уже давно, я пришел к окончательному решению, что необходимо проводить регулярные курсы по программе для будущих начинающих википедистов. И просто в формате, так сказать, апробирования спросил, а хотите ли вы, будете ли вы учиться, есть ли желающие учиться? И вот так буквально за 5 дней набралось вот такая большая группа, при том солидно, многих вас я и знал и ранее, некоторых из вас знал ранее. Я очень вам благодарен, вы меня вдохновили, что такие курсы надо будет проводить, находить коммуникации, подбирать кадры, подбирать слушателей. Ну, думаю, что если не каждый месяц, ну, один раз в два месяца такие курсы буду делать. Вы меня вдохновили, я вам очень благодарен. Значит, что касается конкретных курсов, я буду читать лекции на русском языке, потому что учебные материалы у меня на русском, конспект лекции у меня на русском, да и вот даже и в нашей группе участвуют два слушателя, которые башкирский язык не знают. Ну, я планирую сделать конспект, учебные материалы, чисто на башкирском языке, даже из принципа, что должен быть уроки на башкирском языке ради того, чтобы популяризировать башкирское применение, расширить применение башкирского языка. Что касается конкретно наших курсов, он будет один раз в неделю, следующее сделаем в среду. Ну, после урока, занятия, посмотрим, может быть, и если устроить, то и в четверг повторим. То есть, не повторим, а сделаем два урока в неделю. По оболчительности этой программы у меня рассчитано, я так примерно, непременно, а так рассчитал, что 10 часов понадобится, чтобы рассказать то, что я хочу. Ну, я еще 10 имеется в виду часов, академических, это полтора часа астрономических. И в моей программе заложено, что вам необходимо будет аналогичное количество, такое же количество часов, еще и самостоятельно позаниматься. Прочитать что-то там, сделать практически что-то. Я вам задание определен. Ну, что ж, вот в таком ключе начнем. Так, я буду читать, потому что, если я буду говорить просто, это будет очень продлиться, углиняется вперед, поэтому я всегда на такие мероприятия готовлю конспекты, лекции пишу и читаю. И еще, я там, когда выкладывал программу, занятие, там я указал перечень рекомендуемой литературы, настоятельно рекомендую скачать в себе, распечатать на бумаге, особенно, достаточно, в принципе, первый учебник, учебные пособия, которые в этом году выпустили ребята, очень доходчиво, понятным языком написанным. Итак, начинаем лекцию. Википедия и Викимедия. Тема. Практически каждый человек, который пользуется интернетом, знает наверняка Википедию и умеет пользоваться, читать, находить статьи. Сотни миллионов ежедневно заходят на этот справочный ресурс и получают информацию по самым разнообразным и актуальным темам. Я сегодня писал доклад аналитический о деятельности башкирских википедистов и сам даже удивился. Сервис статистика Викимедия выдает, что в октябре в прошлом месяце башкирскую Википедию за месяц читали портал полтора миллиона раз. Все это колоссальное хранилище человеческих знаний, созданное и продолжает совершенствоваться усилиями родовых пользователей сети. Нет никакой государственной структуры или такой научной структуры. Есть только волонтеры, которые самоорганизовываются и пишут википедии более чем на 300 языках народов мира. В том числе на нашем родном языке на башкирском пишется. Стараниями волонтеров различных стран поддерживается движение Викимедия, цель которой состоит в том, что каждый из жителей планеты получил доступ ко всем знаниям человечества и смог свободно ими пользоваться на благо нашей планеты Земля. еще хочу сказать, что в движении Викимедии говорится, значит, экономически целесообразно один, знания всего человечества один раз перевести на все языки народов мира, чем многократно учить каждое новое поколение разным языкам. При этом человек, познав знания на своем родном языке, у него появится желание для того, чтобы изучить это знание в оригинале его происхождения. И это, наоборот, придаст большой импульс для того, чтобы изучать разные языки. Что такое Википедия? Википедия – это некоммерческая, мультиязычная, универсальная онлайн-инциклопедия со свободным контентом, крупнейшая в истории человечества. На 2018 год она содержит почти 50 миллионов энциклопедических статей. Ну, сегодня это уже показатель где-то порядка 55 миллионов. Открыто 15 января 2001 года. Администраторами серверов, на которых расположена Википедия, является некоммерческая организация Фонд Википедия. Этот ресурс, как и другие родственные википроекты, поддерживается и развивается также 39 самостоятельными региональными организациями, в том числе российским некоммерческим партнерством Викимедиару. Википедия состоит из взаимосвязанных, но при этом достаточно автономных языковых разделов, число которых превышает три сотни. Они называются википедиями с уточнением языка. Русская википедия, башкирская википедия, испанская википедия, алтайская википедия. Все эти википедии составные части одной глобальной энциклопедии википедии, с единым доменным именем википедии Орк. Крупнейший языковой раздел англоязычный содержит более 6 миллионов статей. Крупными разделами также являются немецкая википедия, 2,5 миллиона статей, французская, 2,2 миллиона статей. Википедия на русском языке содержит около 1,6 миллиона статей и входит по этому показателю в первую десятку википедий, седьмое место на январь 2020 года. Если выпустить русскую википедию в том же формате и напечатать тем же шрифтом, что и третье издание Большой советской энциклопедии, то даже без учета иллюстрации она займет более 850 томов. В среднем каждый месяц русская википедия увеличивается еще на 3 таких томов. Кроме википедии на русском языке вики-медиа.ру содействует развитию и других языковых разделов всемирной энциклопедии на языках народов России. Это Аварский, Адыгейский, Башкирский, Бурятский, Вепский, Горномарийский, Идиши, Ингушский, Кабардино-Черкесский, Калмыкский, Карачаево-Балкарский, Коми-Зорианский, Коми-Пермятский. Крымско-Татарском, Лахском, Гызгинском, Лугаво-Марийском, Макшанском, Осетинском, Фантийском, Татарском, Тувинском, Утмурском, Чеченском, Чувашском, Эрзианском на языке Саха и Левиковском на речи карельского языка. Крупнейший из них википедия на чеченском языке. У них сегодня более 300 тысяч статей. На татарском более 200 тысяч статей. На башкирском сегодня у нас 54 тысяч статей. Википедия мы на четвертом месте после русской, чеченской, татарской и башкирской. Википедия самая читаемая онлайн-энциклопедия в мире. По данным сервиса википедия статистики за 2019 год зафиксировано 244 миллиарда обращений к странице энциклопедии. Около половины этих запросов, 118 миллиардов, составляют запросы к статьям википедии на английском языке. Трудно оценить точное число читателей, но сайт только английской википедии открывает в месяц примерно 947 миллионов уникальных устройств. Компьютеров, смартфонов, планшетов. У кого-то подобных устройств нескольких, а где-то наоборот имеется один компьютер, которым пользуется вся семья. Впрочем, это число вполне сопоставимо общим пользователям сети. 4,5 миллиарда человек сегодня на Земле пользуются интернетом. Википедия на русском языке – тройки самых читаемых после английской и немецкой. В русской википедии просматривается более 12 миллиардов страниц. Вместе с русской википедией читают 99 миллионов уникальных устройств. Это количество можно сопоставить числом пользователей сети в России. Их насчитывается 110 миллионов человек. Ну, я про башкистскую сказал, что в октябре прочитали полтора миллиона раз. Хотя большинство читателей википедии на русском языке проживают в России, обращаются к ним также нас из остальных стран мира. Наибольшее число запросов приходят с Украины, с Казахстана, Белоруссии. Наименьшее около 1000 запросов к русскоязычным статьям месяц из Вануату – островного государства Лутияния. В 10 странах русская википедия читается чаще, чем википедии на государственных языках этих стран. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркминстан, Узбекистан и Украина. По данным компании Алекса, википедия находится первые десятки самых посещаемых сайтов мира. Если фонд Викимедиа администрирует все серверы, на которых расположены википедия, викисклад, википека и другие родственные википроекты, то решение по конкретному содержанию, например, удаление статей, принимается независимо сообществом этих проектов. Всего их около тысячи на разных языках. По правилам этих википроектов и по правилам этих википроектов они принимают решение. В свою очередь, опубликованные и утвержденные правила согласуются с духом всего движения викимедии и законами авторского права. Фонд Викимедиа и региональная организация Викимедиа занимаются самой разнообразной поддержкой википроекта. Это конкурсы, различные викимарафоны, конференции, образовательные проекты и другие. Всего в проектах викимедия зарегистрировано около 170 миллионов учетных записей. За один год проекты сайта Викимедиа.org к исправлению вносятся около 460 миллионов раз. Принципиальным и базовым требованием во всех проектах викимедии является то, что все тексты, медиафайлы, программный код должны распространяться свободно, без обычных ограничений, связанных с авторским правом. Это означает, что любому человеку разрешается свободно использовать такие произведения, в том числе в коммерческих селях, не спрашивая у их авторов каких-либо дополнительных разрешений и не выплачивая вознаграждения. Такие произведения называются свободным контентом или иначе свободными произведениями и свободными работами. Для того, чтобы отличить от свободного программного обеспечения остальные типы свободных произведений, их называют термином свободные произведения культуры. Существует три основных вида свободного контента. Произведения, которые не охраняются авторским правом изначально. Это могут быть законы, постановления, государственные и так далее. Произведения, срок авторской правовой охраны, у которых истек. И третье, произведения, свободное распространение которых разрешили их авторы, правообладатели. Например, все мои статьи, которые где-то в каких-то газетах, журналах опубликованы, я разместил в эти текции с плашкой, что я разрешаю их использовать не свободно. Благодаря деятельности российской организации Викимедия РУ Россия стала первой страной в мире, в которой вопрос свободных лицензий был урегулирован бронком общегосударственных законодательств. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации теперь описывается понятие как так называемых открытых лицензий нерегулированных, связанных с ним правоотношения. Вот, учебник там я включил, не включил, есть книга открытых лицензий, там по авторской праве кто-то очень внимательно написано. Тема Викимедия и Викимедия и Викимедия завершилась, следующая тема будет технология Викимедия. Я хочу вас, вас, вам сказать, что если у вас есть вопросы, пока пишите на чатках. Формулируйте, если у вас вопрос возникает, в конце постараюсь ответить. Следующая тема технология Викимедия. На основе Википедии и родственных Википроектов лежит Викидвижок Медиа Вики, поддерживаемый фондов Вики-Медиа. Это такое программное обеспечение, основанное над технологией Вики, создает программисты-волонтеры со всего мира. Вики-технология, она была изобретана еще в конце 80-х годов одним американским программистом. Суть Вики-технологии проста. Любой посетитель сайта имеет возможность не только читать его страницы, но и вносить изменения в содержание и оформление текста, делать перекрестные ссылки со одной страницы на другую, а также загружать иллюстрации и помещать их в те или иные страницы. Казалось бы, такая технология несет риск потери материала, создает хаос, но чтобы такого не произошло, Вики-сайт сохраняет все версии всех своих страниц за все время. Если текст на какой-то странице сайта кто-то ухудшил, то любой другой посетитель может вернуть любую предыдущую версию этой страницы. Таким образом, все полезные изменения на сайте сохраняются, а все вредоносные и ошибочные рано или поздно отменяются. Недостаток этой технологии это повышенные требования к компьютерному оборудованию, на котором в Большой Назрубске работает такой Вики-бижон. Ну, фонд Вики-медиа поддерживает такие сервера. Сервера установлены в трех частях земного шара. Это в Партворде, в Амстердаме и в Гонконге. Они закольцованы друг с другом и вся информация копируется и сохраняется везде и поэтому риск потери информации минимал. Тема следующая, что такое Вики-медиа? Основатель Вики-педии считается основателем Вики-педии считается американский интернет-предприниматель Джимми Уэкс. Кстати, я с ним встречался, руку пожимал, баночку башкирского меда подарил на конференции Вики-мания Вики-мания Виталия. Даже у меня совместная фотография есть. Он такой простой, со всеми общается, то есть не делает из себя какого-то крутого. В 1999 году он решил создать интернет-предприниматель, которая в отличие от бумажных энциклопедий находилась во свободном доступе и материалами, которым можно было упользоваться всем желающим без каких-либо ограничений. В марте 2000 года была открыта онлайн-эциклопедия Мупедия. Главным редактором этой энциклопедии стал Ларри Сенгер, который подбирал авторов для написания статьи. Затем проверенные статьи выкладывались на сайт этой энциклопедии на условиях свободной лицензии. Спустя год такой кропотливой работы было написано 12 статей. После предложения программиста Бена Ковица использовать технологию визи для энциклопедии, Сенгер и Уэлл столкнулись с протестом авторов и редакторов импедии, которые были против того, чтобы их тексты смешивались с текстами базиманных пользователей интернета. Сам Сенгер тоже прикрутил к противникам полного перевода мупедии на Вики. Тогда Уэлл создал 15 января 2001 года альтернативный сайт Кикипедия, который стал работать на технологии Вики и перенес туда все 12 статей мупедии. На начало 2002 года Википедия уже выходила на 18 языках через год, включая в том числе русский и содержала более 20 тысяч статей. Мупедия же на момент закрытия в 2003 году имела всего 25 статей. Скоро Википедию уже редактировали десятки тысяч людей по всему миру. Однако среди авторов проекта росли опасения беспокоить то, что вся их работа по сути принадлежит одному американскому предпринимателю. И что будет с сайтом в будущем? Страхы были так сильны, что в японской Википедии произошел раскол. А, испанской Википедии даже произошел раскол. Большинство следов сообщества ушли из проекта и основали альтернативную Вики энциклопедию Энциклопедию Либра. Чтобы избежать подобных ситуаций и оттоков пользователей, в 2003 году была основана некоммерческая организация Фонд Вики-Медия, который Джиммей Уэллс передал все свои права на Википедию, включая права на само название, зарегистрированное как торговый маркет. Согласно уставу, селью фонда Вики-Медия является сбор и развитие образовательного контента, его эффективное и глобальное распространение. Фонд существует за счет добровольных пожертвований. Штат квартиры фонда находится в Сан-Франциско. Всемирный характер проекта обусловлен необходим с появлением региональных организаций, которые бы поддерживали разделы проектов на языках своих стран и местные сообщества участников Википедии, так называемые юзер-группы, а также взаимодействовали с местными учреждениями культуры, масс-медиа, государственными учреждениями для получения свободного контента, популяризации энциклопедии и ее ценностей, а также решением множества других вопросов. Первая региональная организация Вики-Медии появилась в 2004 году в Германии Вики-Медия Ботчленд и во Франции Вики-Медия Франция. На 2020 год их количество достигло 39 это так называемые страновые чаптеры. В России же есть такая организация чаптер российский это самостоятельно некоммерческая организация некоммерческих партнерствах Вики-Медия РОС работает 2008 года. С 2015 года в России начали создаваться группу вики-медийцев, так называемую юзер-группу. Кстати, мы первыми это дело запустили, натоптали пропинки, создали в 2015 году юзер-группу вики-медийцев Башкорстана 11 ноября исполнится ровно 5 лет, как мы создали первую группу в России. По нашим примеру последовали и создали группу вики-медийцев пишущих на изданском языке, татароязычных участников сообщества Вики-медия, Ганская юзер-группа, вики-медийцы Санкт-Петербурга, вики-краеведы северо-запада России и группа участников вики-медийцев северного Кавказа. Вот. Это тема что такое вики-медия. Мы закончили. Следующая тема проекта вики-медия. И наконец-то запустен экран. 17 человек все-таки набралось. Смотрю. Так. Так. нет. Это я скоро сделаю википедию, все-таки буду показывать. Википедия – самый главный основной проект. Но после него зародилось уже достаточно около десятка, несколько таких проектов, которые уже они самостоятельные проекты, википроекты. Не такие популярные, как википедия, но очень тоже интересные и полезные. Википедия, хотя и самый важный, но однёд и единственный проект викимедия. Кроме всемирной энциклопедии, существуют другие проекты по систематизации знаний. Они работают тоже по викитехнологии и наполняются добровольцами. Первый такой википроект – это викисловарь. Вот здесь, значит, ссылка на него. Я открою. Это его сайт. Викисловарь – универсальные и многофункциональные слова. В нём содержится не только грамматическое описание, толкование, перевода слов, но и отражается информация об этимологии, фонетических свойствах и семантических связях слов. Викисловарь представляет собой одновременно грамматический, толковый, этимологический и многоязычный словарин. Викисловарь существует с 2002 года, в настоящее время создаётся на 174 языках. Самый крупный словарь – английский, 6 миллионов 200 тысяч словарных статей на русском, находится по числу статей на 4 месте, содержит более 1 миллиона статей. Ну и в инкубаторе у нас есть и словарь башкирский. Ну там и очень, так сказать, существуют вот так же словари на татарском языке. Правда, я не смотрел, как его состояние. Что я хочу сказать, что у нас есть волонтёр, родом из Чилинского района, живёт в Москве. Вот он сам знает английский хорошо, закончил наш Башроспедуниверситет. Он занимается наполнением английского словаря, описанием этих слов башкирскими словами. То есть транскрипцией английскими буквами, но он описывает… Там он, вот наше слово «хабантуй», он там описано как «хабантуй», а не как «сабантуй», переходящий через русский язык. Следующий проект – это… Великий цитатник. Ну здесь накапливаются цитаты, крылатые фразы. Тоже интересный проект. Ну мы тоже у себя в башкирском языке пытались, попробовали, но мы там собрали пословицы. Великий цитатник – проект по сбору и систематизации цитат, крылатых фраз, пословиц, поговорок. Цитатник существует с 2003 года и создается на 89 языках. Крупнейший цитатник – цитатник английский, 36 тысяч цитат, и русский, который содержит 13 тысяч цитат. Ну, я как сказал, башкирские в инкубаторе находятся, мы тоже там начинали. Вот Саха, коллеги из Саха, они цитатнику дают очень большое внимание. Ну, потому что легче там работать, чем, допустим, в Википедии писать. Следующий проект – это Викитека. Это библиотека свободно распространяемых изданных оригинальных текстов. Это, например, художественные произведения, находящиеся в общественном достоинстве, или официальные документы организации. В Викитеках на 70 языках хранится свыше 4 миллионов текстов. В русской Википедии, третьей после английской и польской, свыше полумиллиона записей. Есть Викитеки на других языках народов России – башкирском, татарском, никутском, а также на древних языках, на латыни, например. Значит, у нас в башкирском разделе более двух тысяч статей, я точно не помню. В основном поэтические произведения, Гузя Сидикова все свои произведения разместила, Фереза Абдулина, Тамара Юбашева и так далее. Но, как уже говорилось, что в Викитеке необходимо размещать произведения, отметив, что автор их передает в общественное достояние под свободную лицензию. Например, я размещаю свои труды творческие, в том числе и политические, просто статьи в опубликованных газетах на башкирском языке, но я получил, так сказать, разрешение от РС, разрешение, тикет такой, и я ставлю плашку, что эти тексты являются общественным достоянием. Следующий проект, Вики учебник, проект по коллективному написанию свободной учебной литературы, официально, учебников, учебных пособий, инструкций, самоучителей. Он уже перешагнул, только учебники можно писать, люди пишут различные свои воспоминания и так далее. То есть в этом проекте размещаются тексты, которые до этого нигде не опубликованы, впервые написаны и размещены. То есть вот такое место. Вот у нас с 1 ноября в республике объявили, википедисты объявили конкурс «Топонимия исторического Башкорстана» и просят людей писать, описывать название «Топонимию окружающей среды», которые знают, размещать ВКонтакте или Фейсбуке, или сразу Вики учебники. Те, которые будут размещены в социальных сетях, они переместятся, потом будут принесены. Ставится задача, цель максимально зафиксировать название географических объектов, чтобы сохранить их для будущего поколения. Вот такой интересный проект, можете участвовать, это не сложно, не так сложно, как писать эллископедическую статью в Википедии. Вы можете сегодня же там написать, просто, ну как умеете писать сочинение. Написали, рассказали, какие горы, какие реки, какие щечмаляр, какие ключи есть возле вашей деревни и так далее. Вы можете поделиться всем миром этим знанием. Это ведь тоже знания, очень актуальные знания, именно характеризующие нас в Ашкир. Есть вот такой еще следующий проект, а я Вики эту библиотеку, Вики учебник не показал, да? Ладно. Где же, а вот следующий проект я хочу открыть, Вики склад. Вики склад сегодня содержит 65 миллионов 427 тысяч 721 медиафайл. Это общий, единый для всех языков мира, единый проект. Здесь хранится централизованное хранилище свободных мультимедийных файлов, включаемых в страницы проектов фонда Вики-Медии. Так, сегодня хранится, мы уже видим, 65 миллионов, которые или перешли в общественное достояние из-за истечения срока авторского права, или были созданы самостоятельно пользователями сети и загружены на Вики склад на условиях свободной лицензии. На сегодняшний день Вики склад – это самый большой медиабанк в мире. Ну, там хранятся аудиофайлы, фотофайлы, видеофайлы, даже файлы хранятся в текстовом формате, PDF можно загружать. Некоторые коллеги, я заметил, обратил внимание, они не размещают в Вики-Теку свои работы, допустим, а размещают текстовые работы, не размещают в Вики-Теку, а размещают в Вики-Склад. Потому что для того, чтобы разместить, не надо запрашивать разрешение, получать. Когда ты загружаешь свой PDF-файл, ты сразу ставишь, что ты просто отмечаешь, что ты под свободной лицензией его размещаешь, и уже она становится общественным достоянием. Ну, вот я сам загружаю фотографии, специально, бывает, фотографирую и загружаю фотографии под свободной лицензией для иллюстрации статей. Есть следующий проект Вики-Виды «Каталог биологических видов» называется. Справочник по таксонам биологических видов. Существует 2004 года, проект един на всех языках, и каждая карточка содержит записи на латыни. 700 тысяч видов, говорит, что расписано здесь, биологических видов. Но постепенно поглощается проектом Вики-Данной. То есть проект, он единый для всех. Вот наверняка единственный проект, на который я не заходил, не смотрел, что там находится, что там такое и так далее. Но если, допустим, кликнем, вот эту карточку откроем, наверняка, ну, а это уже сразу я вижу, что он находится на Вики-складе. Фотография из Вики-склада получилась. Так, интересно, как обратно. Так, да, тоже пойдем. Следующий проект хочу показать Вики-новости. Вики-новости – это интернет-издание, наполняемое добровольцами, которые публикуют новости, эксклюзивные репортажи и интервью. Вики-новости существует с 2004 года. Если во всех проектах Вики-медиа обычно самый популярный языковой раздел английский, то в Вики-новостях это на втором месте. На первом – сербские Вики-новости. Русские Вики-новости находятся среди 34 языков, пишет учебник, на четвертом месте. Мы вот буквально на прошлой неделе собирались, тусовались онлайн. По-моему, мы скоро русские Вики-новости, мы выйдем на первое место. Я должен сказать, я участник этого проекта, я там участвую, мы пишу, мы сделали проект многоязычный в этом Вики-новостях, потому что для малых языковых разделов, для малых языков создавать и поддерживать вот такой проект очень малыми, когда людских ресурсов мало, очень сложно. Поэтому мы, объединив, пообсуждав, решили создать проект многоязычных в рамках русских Вики-новостей, то есть народы России могут создать свои разделы в рамках русских Вики-новостей. Вот подготовлено уже, опять-таки, начало этому проекту было положено нами, башкирами и Саха. Вот башкирский, английский, эвенский, финский, лезгинский, макшанский, марийский, ерзянский, шевиковский, русский, саха, татарский, угмуртский. Можно публиковать. Суть в том, что пишешь на своем башкирском языке, сделать надо дубль на русском, значит, уже проект работает. Правда, запустить запустили, на башкирском давно, по-моему, новости не было. 23 октября. Ничего себе. Последняя новость. Это было 25 июля. 15 июля. Ну, кто-то у нас, Зайтуна, по-моему, все-таки старается поддерживать этот проект. Следующий проект, это у нас Вики-верситет. Вики-верситет, Елен. Вики-верситет, обучающие материалы. То есть, проект здесь как школа, как университет, программа также и учебные материалы накатываются здесь. Есть проект Вики-гид. Вики-гид это такой свободный путеводитель. Где он у нас, Вики-гид? Здесь тоже описывается, пишут, они пишут разговорники, они пишут путеводители различные. Проект, посвященный созданию свободных туристических путеводителей, разговорников, возник в 2003 году, так называемый. Как независимый проект, это его путешествие. В 2006 году владельцы продали его коммерческой компанией. Постепенно среди участников назревало недовольство. Они в 2012 году обратились в фонд Вики-медиа с просьбой создать аналогичный проект. В итоге был создан некоммерческий проект Вики-гид. Куда перешло большинство коммерческого Вики-гид создается на областке одном языке. На русском это когда занимает седьмую строчку среди других разделов, содержит почти 600 путеводителей. Кстати, здесь есть и разговорник русско-башкирский. Вики-данные, следующий проект, серьезный, единый, участником которого в Вики-гиде я не участвую. Следующий проект Вики-данные или Вики-дата, совместно наполняемая свободная база данных. Проект в 2012 году. Вики-данные служат в качестве централизованного хранилища структурированных данных для всех родственных Вики-проектов. В частности, в Вики-педии из Вики-данных берется сведение, которое помещается в карточку статьи. Благодаря этому, при обновлении информации, в Вики-данных во всех Вики-педиях данные о карточках обновляются полуавтоматически. В настоящее время Вики-данные содержат... Где он, Вики-данные? Вот база данных. Вот, Вики-данные. Сегодня, на сегодняшний день, 90 тысяч миллионов 628 тысяч 39 файлов. Чем он интересен? Не обязательно написать, допустим, энциклопедическую статью в Вики-педии. В базе данных вбиваются структурированные данные и получается как бы информация. И не обязательно выдерживать критерии значимости и так далее. Очень такой интересный, полезный, очень необходимый. Ну, наверняка, ну, Фархад скажет еще, чем он его так любит. Я, например, участвую. А вот, значит, в настоящее время Вики-данные содержат более-более... Вот, 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 вот информация, сколько содержит. В проекте заложена философия интеграции с каталогом библиографической системы Марс. Например, виртуальный международный авторитетный файл, каталог международного нормативного контроля, разработанный несколькими крупнейшими мировыми библиотеками, в том числе немецкой национальной библиотекой и библиотекой Конгресса США, содержит ссылки на карточки авторов, созданных в проекте Вики-данных. То есть, из Вики-данных берет сведения об авторах и показывает на своих сайтах. Ну, у нас в башкирском разделе мы карточку заполняем прямо из Вики-данных, не расписываем на каждой статье эту карточку. Я попозже покажу. Комментарий уместен? Давай, раз Вики-данных, пожалуйста. Возможности, здравствуйте, участники, возможности самой оболочки и принципа Вики-данной настолько интересны, что сегодня там много разных музеев, государственных, негосударственных организаций хотят это использовать. Для того, чтобы они начали с этим знакомиться, сейчас есть, скажем, продукт под названием Вики-близ, который позволяет у себя поставить все, что нужно из Вики-данных взять, плюс свое чего-то там делать и не бояться тому, что оно открытое, но всегда иметь связь и давать другим через Вики-данные посмотреть то, что у тебя там внутри есть. Другими словами, постепенно захватываем мир. Через Вики-данные. Да, люди хотят пользоваться. Я вот тоже говорю, что поисковикам Google и Яндекс надо бы вытаскивать информацию не из Вики-педии, а вытаскивать бы из Вики-данных, потому что Вики-данных содержит больше, в любом случае, вот уже сотня миллионов там будет карточек, допустим, а в Вики-педии там 6 миллионов, да, у этих англичан, русских, там 1,6 миллиона. Вот наверняка как-то поднимать надо на уровне фонда Вики-меди, чтобы они повоздействовали, Фархад, ты же с ними очень контактируешь, тесно. Задача тебе поставлена Аксакалом. Рустамага уже делают и Яндекс, и Гугл. Если вдруг о чем-то, пока статьи в Вики-педии ни на одном из трехсот с лишним языках нет, а в Вики-данных элемент создан и заполнен, уже вытаскивается это в качестве так называемого блока знаний. Сам лично создавал про всяких неавторитетных местных депутатов, муниципальных или кандидатов в депутаты, чтобы продемонстрировать, появляется блок знаний прям сразу, ну, несколько дней и выскакивает. Прекрасно, прекрасно. Так, следующий проект Вики-медиа – это Мета-Вики. Это вспомогательный проект для систематизации знаний обо всех проектах Вики-медиа. Обсуждение их правил, проблем, безъязыковой координации и так далее. Вот он, этот проект. Открываю главную страницу. Здесь собираются все википедисты, вики-медийцы делают свои проекты. Я вам уже выкладывал ссылку, что я создал виртуальное здание в 9 этажей своей Вики-школы онлайн, Вики-школы Рустама Мануруева. Я вот создал вот в этом проекте. Вот он, в этом же проекте находится. Заходите, знакомьтесь. Материалы учебные здесь будут размещаться. Следующий проект – это Вики-инкубатор. А, нет, не отсюда, да? Вики-инкубатор, где он, я не вижу. Вот здесь. Что, нет, что ли? Не поставили, да? Какие нехорошие и кашляры. В Вики-инкубаторе созревают проекты, которые не созданы там. Подожди, это что, это у нас, что ли, раздел был? А вот здесь у нас есть инкубатор. Ссылка на инкубатор. Созревают проекты по всем остальным проектам. Например, я, как и говорил, алтайская Википедия находится в инкубаторе. Вот у них главная страница, которая необходима будет. У них сейчас, сейчас, сколько, 346 статей созданы. Вот здесь он созревает, как только созревает, доходит до кондиции, можно делать запросы, чтобы его вытащили в основное правоостранство. В инкубаторе какие условия? Обязательно должно быть определенная там инициативная группа, которая постоянно редактирует, перевести все, там есть определенный блок системных сообщений, необходимо перевести. Ну и какое-то количество этих статей создать. Как я говорил, в инкубаторе у нас Вики Китабхана, Вики Учебник, а нет, не Вики Учебник, Вики Словарь, Вики Ситатник тоже находятся. Но людских ресурсов наших не хватает, чтобы их вытащить. Если будут библиотекарь, Вики Библиотекарь свои, Вики Цитатники, то можно было бы вытащить. Следующий сайт, 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 это Мета Вики, нет, не Мета Вики, а Медиа Вики. Я счет не вижу. Эта площадка, движок со свободной лицензией для Вики Проектов, на котором работают проекты Вики Медиа. Это еще сайт, где происходит тестирование новых версий движка и общение разработчиков со всего мира. То есть это проект, где общаются программисты, разработчики, которые поддерживают технический, осуществляют техническую поддержку. Пишут программы, разные инструменты пишут. Но я в этом проекте не участвую, так как я не программист. Так, вот такая тема у нас была для общего понимания, какие бывают Вики-проекты. Следующая тема пять столпов Википедии. Все правила руководства Википедии основываются на пяти столпах, то есть основных принципах, определяющих сущность Википедии. Здесь идет речь только о Википедии. Правил, пять правил. Википедии, первое правило, первый столб Википедии это энциклопедия, включающая в себе элементы общих и специализированных энциклопедий и животников и географических справочников. При работе над каждой энциклопедической статьей следует стремиться к максимальной точности и проверяемости. Сведения, вызывающие сомнения и неподверждаемые ссылками, могут быть удалены, поэтому не забывайте указывать источники вашей информации. Википедия не место для изложения ваших личных мнений, личного опыта или личных доводов. Оригинальные идеи, толкование, результаты самостоятельно проведенных исследований невозможно проверить, и поэтому они здесь неуместны. Википедия это не импровизированная трибуна, не место для рекламы или повышения собственной значимости, не эксперимент в области анархии или демократии, не беспорядочная свалка информации или каталог ссылок. Это не газета и не сборник исходных документов. Для такой информации существуют братские проекты Википедия. Хочу добавить к этому, что Википедия это вторичный источник, нельзя в нем публиковать, вот например, в чем отличие традиционной энциклопедии Википедия. Традиционная энциклопедия занимается научными исследованиями и найдя какую-то информацию, ранее нигде не опубликованной, он может в виде Вики, то есть энциклопедические статьи опубликовать эту информацию в самой так сказать энциклопедии бумажной. То есть энциклопедия, традиционная энциклопедия является источником первого уровня, первого статуса, первоисточником. А Википедия, она изначально отказалась от такого статуса, сказала, Википедия ни в коем случае не является первоисточником, где можно публиковать, а он агрегатор, он источник второго уровня, вторичный источник, который агрегирует все знания человечества, которые созданы и опубликованы в авторитетных источниках. Вот разница. Поэтому никогда нельзя противопоставлять это два источника, они не могут быть, не могут заменить в принципе друг друга, они могут быть партнерами в части источников информации. Второй стоп Википедии ключевой Википедия придерживается нейтральной точки зрения. Это означает, что при наличии различных мнений в статьях Википедии не должно отдаваться предпочтение какому-либо одному из них. Излагая в статье несколько разных точек зрения, следует действовать как можно более аккуратно, сопровождая каждую из них необходимым контекстом. Не следует представлять то или иное осуждение как единственное верное или как истинное последнее инстанции. Соблюдение НТЗ это нейтральные точки зрения также означает необходимость предоставления ссылок на проверяемые авторитетные источники везде, где это возможно, особенно при работе над спорными темами. В случае возникновения конфликта по поводу нейтральности изложения следует временно приостановить прав статьи для того, чтобы успокоить страсти, пометить статью соответствующую обсуждение на странице обсуждения следуя руководству по разнообразованию конфликтов. То есть каково бы ваше личное мнение было бы по тому или иному вопросу, в Википедии необходимо все-таки стараться и консенсусом. А не напираться, а не доказывать, что так. Но если вы уверены и в принципе принципиально можете ссылаясь на авторитетные источники доказать оппонентам, что это вот это явление именно вот так, то есть вы не от себя говорите, а опираясь на авторитетные источники доказывать, то это приветствуется, конечно. И это было второй нейтральной точки зрения, третий столб это не нарушайте авторскую правду. Нельзя Википедию вот переносить текст из какого-то авторитетного источника, не переработав его. Брать предложение из какой-то книги и прямо прямо в этом же изложении переносить его Википедию. Необходимо постараться сделать новым собственным изложением и это будет как бы не нарушением авторского права. А если будет перенесено автоматом, то есть без изменений, то будет считаться нарушением авторского права и будут такие материалы без обсуждения бытно-быстрое удаление ставится. Как попирать. Независимо от того, как красиво сделано и так далее. Работу удалить еще. И надо полагать, то, что вы написали, тоже не как только вы написали, разместили, нажали кнопку на записать, она тоже становится не вашим, а общественным достоянием. И любой другой участник может ваше изложение изложить в другой форме, как нет. И не следует обижаться, что что это вы исправили мое предложение, там было так лучше. Посмотреть, если считали, что ваше было лучше обсудить с тем участником, который сделал такое исправление, попытаться доказать, что ваше лучше. Я имею ввиду просто контекст, как было изложено. И четвертый столб в Википедии это добрые намерения. Есть все люди, которые занимаются Википедией, они занимаются из добрых намерений, хотят сделать лучше, хотят сделать такой сайт, как бы доступны для всех. Есть свод правил, который гласит, оказывайте уважение вашим коллегам, даже если вы в чем-то не согласны с ним, будьте вежливы и допускайте конфликтов интересов, оскорблений, угроз, агрессии, чрезмерно широких обобщений, старайтесь приходить к консенсусу при работе над горячими темами, избегайте воин правы и не допускайте нарушения правила трех отмен, принимайте действуйте добросовестно, не испытывайте правила на прочность, предлагайте добрые намерения, предполагайте добрые намерения с его стороны, со стороны других участников, путь открытый, дружа, доброжелательный и приветливый вот такое правило, я во всех таких наших общениях говорю, вот это четвертое правило надо поставить первым, если нет добрых намерений, люди агрессивны, какой смысл писать, то есть, какой смысл первых трех первых трех столков, вот когда начинают обсуждать какую-то статью и переходят уже всякие границы добрых взаимоотношений, меня вот это не понимают, с моей точки зрения, вот это четвертое правило должно стоять первым, и пятое правило, пятый стол, в Википедии нет строгих правил, и лишь пять общих принципов, которые проведены здесь, смело правьте, переименовывайте, изменяйте статьи, в этом заключается удовольствие от редакторования, поскольку от вас не требуется создавать идеальные тексты, хотя к этому надо стремиться, не будете что-либо испортить, все предыдущие версии статей сохраняются, так что вы никак не сможете случайно навредить Википедии, или безвозмездно удалить текст, но помните, все, что вы делаете здесь сохраняется навсегда. Это как наши два ангела справа слева сидят записывают добрые и недобрые наши дела, Википедия тоже записывает все действия участников с редакцией. Тема 5 столпов мы закончили, следующая тема создание аккаунта Википедии. Для просмотра и редактирования Википедии вам не обязательно регистрироваться, однако для того, чтобы иметь возможность отслеживать свой вклад в проект, стать частью сообщества автора Википедии, учетную запись лучше все же завести. Дать Википедию в интернете очень просто, достаточно название в любой поисковой системе, будто Яндекс или Google. В верхнем правом углу заглавной страницы Википедии для незарегистрированных участников будет видно закладка создать учебную запись. Вот в этом углу, в этой строчке, вот в этом углу будет закладка создать учетную запись. Вот здесь. После того, как создадите учетную запись и зарегистрируетесь, у вас появится вот такая строчка. Я не буду выходить из своей учебной записи, потому что она такая с двойной идентификацией, потом мне сложно будет ее восстановить, поэтому себя посмотрите, увидите надпись такой создать учебную запись. имя, которое будет закреплено за вами на страницах онлайн-энсклопедии. Конечно же, имя пользователя при большом желании впоследствии можно изменить, но это долгий и сложный процесс. По этой причине мы предлагаем вам с самого начала работы выбрать подходящее имя пользователя, например, ваше личное имя или ваш ниг. второе поле пароль вы его вводите самостоятельно и запомните. Вместе с тем после пароля мы рекомендуем вам ввести адрес вашей электронной почты, потому что благодаря этому вы сможете воспользоваться единственным способом восстановления своей учебной записи, если забудете пароль. Ну, это адрес электронной почты не только для этого нужен, очень удобно, когда вы участвуете в каких-то конкурсах и так далее, и вам что-то надо индивидуально вам сообщить, притом анонимно, а не публично на странице обсуждений, то электронная почта это помогает, чтобы вас быстро, так сказать, с вами контактировали. После заполнения имя учетной записи пароль электроадес электронной почты вводится случайный текст, который будет видно на картинке для безопасности. Затем нажмите на синий прямой с надписью создать учетную запись. Учетную запись можно создать в любом разделе вики-проектов в русском, башкирском и в любом месте. И она будет действительно во всех проектах вики-проектов, в проектах вики-медии. После успешной регистрации он говорит пройтись на настройки и здесь делать что говорит раздел личные данные проверить адрес электронной почты и подтвердить надо будет обязательно. где она а вот изменить после того как вы сделаете сделайте другие пользователи смогут отправлять вам электронные письма через википедию. Второй раздел это внешний вид вы можете вот внешний вид здесь изменить соответствующий формат для отображения даты и времени вот дата формата но у меня видите стоит по умолчанию можете можете поставить как вам удобно обычно вот у нас в России последовательность день месяц год день месяц год вот эта последовательность выбираешь и вот допустим я поставил так последовательность и сохранить выберите часовой поезд время сервера у меня в вкладке настройки вообще не настроена ничего страшного живу без без этого так вот он спрашивает какой часовой поезд надо выбирать где надо выбирать вот здесь так нам надо выбрать кто уфимца это надо выбрать Екатеринбург где это Екатеринбург надо искать вот в этой вкладке Калькутта Сноярск Маню Новосибирск или что-то другое а я возьму и поставлю Алматы она будет соответствовать нет не соответствует неправильно на час раньше а по умолчанию оставим но у вас будет время вы поищите найдите соответствующий часовой поезд чтобы время ваш википедия вам показывала время местное наше для меня это не важно я знаю что у нас разница какая я всегда вычисляю могу вычислить но у меня в башкирских проектах викинг медиа у меня в башкирском разделе настройках настройках включены гаджеты потому что я работаю в основном в башкирской википедии в других википедиях я поэтому настройки не смотрю здесь давайте посмотрим может здесь я часы поставил время местное а нет здесь тоже настройки я вот в гаджетах наверняка нет это в бета в бета функциях в бета функциях у меня включены так включен а где двухкоредактирование а где же переводчик сюда перешел что а вот здесь рекомендую вот в этом где гаджеты включить раздел на коля статистика статистика статей вы будете видеть сколько слов в статистике то есть в статье которую вы написали он покажет а где же где-то где же переводчик включается что-то я уже давно не смотрел вот это следующая страничка инструменты визуально сравнения версий, новый режим вики-текст. У меня вот включен переводчик, и поэтому у меня вот здесь вверху, когда вкладываешь, ой, вот здесь не дает опять-таки. Значит, что еще? Вот когда у вас зарегистрируете, у вас вот здесь будет красным видно. Вы щелкните на него и напишите что-нибудь. Это ваша личная страница, ваш блокнот, ваша, так скажем, написная книжка. Это ваша собственность. Вот здесь я записываю. Помога? Да, у меня инструмент переводчика в гаджетах в самом низу последний. Почему он у тебя сейчас не отразился, не знаю. Может быть. Потому что он у тебя включен, а у меня нет. Я сегодня поменял язык с башкирского на русский, и что-то я разбираюсь. И знаете что? Вот что можно писать на своей странице, личной странице участника, почитайте самостоятельно в русской википедии. Запишите, вот, википедия личная страница участника. Здесь очень хорошо подробно описано, что можно писать и как это сделать. Вот вам домашнее задание. Значит, зарегистрироваться, посмотреть свои настройки и создать свою личную страницу. Для примера вы можете посмотреть чьи-то страницы оформления. Вот, можете найти мою страницу. Можете посмотреть Фархада страницу. Так, мы сейчас посмотрим. Он у нас... А как найти Фархада? Он у нас в форуме что-то там написал. Подписался, что это Фархад писал. Фархад Казань. И вот, когда мы щелкаем вот на него, мы попадаем на его страницу. Вот он как красиво оформил свою личную страничку. Это у нас в башкирском, что ли? Да, по-моему. Да, это уникальная страница в башкирском разделе. Там стоит шаблон, что я участник Янгантау. Поэтому удалять его и ставить глобальную не стал, а просто добавил кусочек текста из глобальной. Ага, понятно. Да. Можно, в принципе, сделать страничку глобальную на мета-вики. И оттуда она будет скачивать и расставлять без вашего участия автоматом на все страницы, на всех проектах, куда бы вы ни заходили. То есть за вами следом сразу там он создаст эту страничку. Потому что такая страничка, вот эта ваша персональная страничка, она есть в каждом, будет в каждом проекте вики-медиа, который в принципе существует. Для вас она там уже дорезервировала местечко кусочек. Она будет красным до тех пор, пока вы его не запомните. А чтобы не заморачиваться, не заполнять, вот есть такой сервис, который на мета-то там заполняешь, и он откуда скачивает и размещает. Там даже есть специальный инфобокс. Вот, в принципе, то, что я хотел рассказать. Есть ли вопросы? Чат или где? Так, где сейчас я могу открыть-то? Я могу открыть-то, что я могу открыть-то? Ну, вот, желание участвовать в конкурсе, вот, топонимики, привело вот на вот этот курс. Хочется научиться пользоваться Википедией. Ну, честно говоря, вот я попробовала регистрироваться, у меня вообще не так, как вы показываете. К сожалению, выходит. И вот у меня есть, ну, желание вот там создать статьи конкретно. Вот я сама изучила, и, например, там название мечети нашего училинского района я хочу. Я хочу, чтобы вот была одна такая большая страница, как бы, чтобы там было, допустим, мечети училинского района, и чтобы там, например, на каждый, ну, кликать, например, на что-то, и выходило название. Вот так можно будет оформить или нет? Это так называемые, такие материалы называются информационными списками. Вы список мечетей училинского района сделали, и из названия мечети училинского района она уходит в статью, в саму статью этой мечети, когда она создана и так далее. В принципе, саму статью информационную, вот списками, можно создать не обязательно в Вики-учебнике, можно создать и в Вики-Википедии. То есть можно создать и там, и там, не страшно. А вот чтобы было там и фотографии этой мечети, и там какие-то интересные там какие-то ссылки, там что-нибудь интересное, какие-то моменты, да, тоже можно будет или нет? Конечно, конечно, конечно. Конечно. А кто-нибудь может помочь вот это практически сделать, потому что вот то, что вы показываете, и то, что у меня лично, да, у меня вообще по-другому все. Страница выглядит, и даже вот эти личные данные я и в настройках пыталась. У меня просто вот кроме фамилии и имени больше ничего не выходит там. А вы в каком разделе пытались зарегистрироваться? В башкирском, в Википедии или в Вики-Учебнике? Надо посмотреть, почему там. Какой-нибудь помощник может там просто, я не знаю, там, как-нибудь через Zoom, может быть, тоже так же помогать. Обратиться можно к кому-нибудь из активных этих участников башкирского раздела. Они помогут. Помогут. А вы не могли бы еще раз показать, как их найти, этих участников? Как найти? Да. Ну, я могу посоветовать. Рустам, извиняюсь, я отклонюсь. Зур-Рахмет. Я нахожусь. Слава Богу вас. Всем до свидания. Ну, могу посоветовать вот Зайтуну Нигматяну Нигматю. Зайтуна. Прямо в... Через контакт, допустим. А, через контакт. Ага, хорошо. Спасибо. Вот. Вот она. Зайтуна Нигматянова. Вот такое. И в Зайтуне же помоги зарегистрироваться. Помоги. Это поможет. Хорошо. Спасибо большое. Вот кто не может зарегистрироваться, выходите, говорите. То есть будем вместе пытаться домашнее задание сделать. Хорошо? Договорились? Так, еще какие... Ильшат Транславца заедает. Для того, чтобы... Ильшат говорил. Для того, чтобы не заедало, у себя видео включи... Отключайте свое. Если у тебя в своем виде включено, и скорость передачи данных тормозится. Остальных не заедало? Так, я отключил демонстрацию экрана. И наверняка остановлю запись. Все. Продолжение следует...